Всем привет! Меня зовут Тен Марина Германовна и мы с вами сегодня построим перспективное изображение композиции с четырех объемов или прямоугольных параллелепипедов способом архитектора, то есть по двум точкам схода. Первое что мы делаем это в соответствии с заданием вычерчиваем ортогональной проекции плана и фасада здания. Далее мы строим аппарат построения перспективы и начинаем с картинной плоскости. Основание картины мы проводим под углом 25-30 градусов к фасаду здания. Далее мы выбираем точку зрения или центр проецирования из следующих соображений. Вот это расстояние от точки с до основания картины должно быть полторы-две высоты здания. Вот здесь у меня высота здания 15 тысяч миллиметров, а расстояние около 25 тысяч миллиметров или 25 метров. То есть у нас эти условия выполняются. Также главный луч сп проведенный перпендикулярно из точки стояния к основанию картины должен находиться приблизительно в средней трети угла обзора. То есть вот это вот угла. Далее мы проводим линию горизонта. Иногда линия горизонта проходит на высоте глаз человека. Иногда на высоте птичьего полета. В данном случае мы будем считать, что мы провели линию горизонта на высоте птичьего полета, но в то же время мы провели эту линию горизонта чуть ниже самой верхней отметки нашего здания. Далее мы строим точки схода для пучка параллельных прямых. В данном случае у нас горизонтальные прямые. У них точка схода левая и вертикальные прямые. У них точка схода правая. Для наглядности я создала два слоя зеленый и голубой. В зеленый я поместила горизонтальные линии, в голубой поместила вертикальные линии. И толщину этих линий сделала 0,7, чтобы они закрыли те линии, которыми у меня был нарисован план здания. Далее мы находим картинные следы горизонтальных и вертикальных прямых. Для этого мы продолжаем их до пересечения с основанием картины. Выбираем команду удлинить. Идет запрос о выборе объекта. Мы выбираем картину. Снова идет запрос о выборе объекта. Мы нажимаем enter. Далее идет запрос об удлиняемом объекте. Мы выбираем вертикальные прямые. И горизонтальные прямые также выбираем. Стараемся не забыть никакую прямую. Теперь заходим в менеджер слоев и делаем эти линии более тонкими, чтобы не затруднять восприятие нашего плана. Как говорится, они уже свое дело сделали у нас. Так, это где у нас слой голубой? Делаем 0,18. Так, и зеленый тоже 0,18. Закрываем менеджер слоев. Далее мы подписываем картинные следы проекции горизонтальных и вертикальных прямых и также опорные точки плана здания. Далее мы берем команду копировать и копируем картину вместе с расположенными на ней точками. Делаем следующим образом и с фокусом то же самое. Затем вот эту скопированную линию мы разворачиваем на угол 25 градусов. Но это в моем примере. У вас будет у каждого свой угол. Берем команду повернуть, выбираем объект. Дальше нажимаем enter, базовая точка и угол поворота. У нас угол поворота по часовой стрелке, а в автокаде углы положительные против часовой стрелки, поэтому мы пишем минус 25. Далее мы проводим линию горизонта на заданной высоте. Как в автокаде это проще сделать? Выбираем команду копировать, выбираем линию горизонта с фасада. Дальше базовую точку берем на земле и копируем заданное нами место. Дальше продляем эту линию горизонта. И выводим на эту линию горизонта левый и правый фокус. Это левый фокус, а правый фокус вот у нас где расположен. Мы их точечки обозначаем. И все вертикальные линии выводим в правый фокус. А мне проще, что я их уже обозначила голубым. Проще их строить более наглядно. Так, а зеленые точки или горизонтальные точки мы выводим в левый фокус. Заходим в слой соответствующий горизонтально и выводим эти линии в левый фокус. Все это я сделала для наглядности. Цветом выделила. Далее мы строим геометрию плана, исходя из следующего соображения, что каждая точка плана является пересечением линий двух направлений. В данном случае горизонтального и вертикального направления. То есть точка А будет пересечением голубой первой линии и зеленой пятой. Таким образом, по этому принципу мы построили геометрию всего плана. Вот сейчас я для наглядности изолирую линии, которые идут в фокусы. И вы увидите, что у нас построен план. Далее мы уже строим высоты наших объемов. Здесь у нас принцип один, что только то, что попадает в картину, изображается в натуральную величину. У нас в картину попал только один объем. Мерим его высоту. Высота 7 метров. Поэтому берем и в картине откладываем вертикальную линию в свой тонком величиной 7. Остальные ребра этого объема мы получаем, выводя лучи в перспективу. Далее мы строим остальные объемы. Здесь немножко у нас будет посложнее. Потому что ребра этих объемов они находятся в перспективе. И ни один не выведен в картинную плоскость. Поэтому, чтобы получить высоты ребер в перспективе, мы выводим их в картину. Например, объем А, Б, Ц, Д. Берем команду удлинить. Выбираем линию, до которой удлиняем картину. Нажимаем Enter и выбираем ребру, которое удлиняем. Вот оно здесь у нас попадает как раз в точку 1. Далее мы строим вертикальную линию. Можем произвольную построить. И на этой вертикали мы откладываем высоту, истинную высоту вот этого объема. Мерим размер 5 метров. И от точки 1 откладываем 5000 миллиметров. Но здесь, кстати, не обязательно было строить до этого вертикальную линию. Далее мы берем и строим этот объем в перспективе. Здесь мы вверх нам необходимо построить это ребро. Направление, вернее, ребра. И от точки 5000 мы берем, проводим в перспективу луч. и на пересечении вертикали, проведенной из точки А с лучом, мы как раз получаем точку, которая будет верхом ребра А. Таким образом мы получаем второй объем. По этому же принципу мы строим остальные два объема. вот что у нас получилось. Сейчас я сделаю невидимыми линии построения, то есть лучи. И вы видите, что перспектива объекта у нас успешно построена. Единственное, что вас может вызвать затруднение, это нахождение линий пересечения объемов. Например, высокий объем врезается по линии GF с более низким объемом. И чтобы найти эту линию, мы должны провести секущие плоскости. мы проводим горизонтально проецирующую секущую плоскость следующим образом. Доводим до горизонтальной проекции ребра крайней плоскости поднимаем до верхнего ребра и выводим в перспективу линию. Таким образом, мы получаем линию GF, по которой плоскость верхнего объема врезается в крышку нижнего объема. По налоге мы находим остальные линии пересечения. Таким образом, перспектива композиции четырех объемов у нас построена. Нам осталось построить тени. Но это уже тема другого видеоурока.